Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Если в предыдущем видео я отвечала на вопрос, сколько кистей нужно отставлять, и говорила, что у мелкоплодных я оставляю много, сколько они смогут завязать, у крупноплодных я, например, усиленно крупных оставляю только 5 кистей, потому что если характеристика сорта 300 или 500 граммов, то больше 5 кистей растение все равно не осилит. Но есть еще один нюанс, нужно еще нормировать нагрузку урожая у крупноплодных томатов, то есть если мы оставим 5 кистей, и там будет в каждой кисти, например, по 8, по 10 цветочков и плодов, то опять же это будет плохо чем? Во-первых, будут мельчать плоды, если все 8 завяжутся, ясно, что по 500-600 грамм 8 плодов не будет, они будут по 200 грамм, и верхние плоды будут очень мелкие, поэтому применяется такой способ, как нормирование нагрузки урожаем. То есть если у вас томат очень крупноплодный, то рекомендуется оставлять 3-5 штук завязи в кисти, в одной, остальные удалять. Но удалять лучше все-таки не в фазе цветения, а когда уже завяжется, будет видно завязь, ну примерно со сливу, когда она нальется, и тогда лишнее удалить. Почему именно так? Потому что когда уже завязь будет видна, какая она, мы можем удалить корявые, уродливые всякие плоды. Обычно на первой кисти, я вот сейчас дальше туда пропячусь, потом отпячусь, покажу вам. Когда формировались, завязывались первые нижние кисти, была очень низкая температура, и я еще пожалела, не убрала несколько махровых вот этих цветков, образуются корявые завязи. И когда она нальется с вишню, мы уже видим, какие из них хорошие, а какие нужно убирать. Вот этот сорт крупноплодный, но он благоразумно сам, как-то так получилось, что он по 3 штучки в кисти. Вот видите, 3 крупных помидорки, они нальются, растению будет несложно их сформировать. И дальше я посмотрела, что интересно, сейчас на верхушку перейду, даже все следующие кисточки, у него по 3 цветочка, 3-4, вот видите, раз, два, три. Мне ничего здесь общипывать не придется, но сейчас я вот отодвинусь на 4 куста, и я покажу вам, в каких случаях нужно отщипывать. Пока пячусь, я расскажу, что формировать вот эту нагрузку на урожай нужно в несколько заходов. Как нижняя кисть начинает заливаться, наливаться, прошли по нижним кистям, отщипнули лишнее, через неделю, 10 дней зашли, посмотрели, вторая кисть наливается, вторую отщипнули. Вот смотрите, видите, вот это крупноплодный томат, любимый праздник. В характеристиках его указано, что плод 600-700 грамм. При соблюдении агротехники, при хороших условиях, до килограмм 300 может вырасти, и некоторые выращивают. Ну вот смотрите, что мы видим. Нижняя кисть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и восьмая уже помидорка. Как вы думаете, сможет это растение сформировать кисть с восьми плодов, восемь плодов на одной кисти, чтобы было по 800 грамм, по 700 грамм. Но это же нереально. Это что, ведро помидор будет вот здесь на одной кисти висеть? Конечно нет. И вот в таких случаях, когда сорт очень крупноплодный, и когда у него кисть бывает даже 12 цветов, очень-очень такая плодовитая, нужно удалять. И вот я вам хочу деформированный, показать плодик, вот эта первая кисть, когда я высаживала, здесь было очень холодно, а она как раз утрано зацвела и сформировалась. Вот видите, он корявый. Как бы не было его жаль, все-таки он уже сформированный, но вот я буду думать, скорее всего, я его буду убирать, потому что он совсем некрасивый, уродец какой-то. И вот на этой кисти, как бы не было жалко, вот как только будут размером с вишенку, я отщипну остальные, а три или четыре красивых плода оставлю. Ну вот он, этот куст такой плодовитый, я посмотрела вверху, тут тоже все кисти, раз, два, три, четыре, по восемь, по семь, по восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Большое количество цветов в кисти. Это то есть будет очень большая нагрузка урожаем на растения, и ничего хорошего не получится. Если, например, все они завяжутся, но они вот, видите, цветут одновременно уже одна кисть, вторая кисть, и там вот третья. Если они все одновременно завяжутся, и все начнут наливаться, ясно, что никаких крупноплодных томатов по 600-700 граммов я не получу. Будет такой среднячок по 200-300 граммов, но будет их очень много. Вот в том году я сделала ошибку, пожалела, цветы не общипнула, и русский богатырь вместо 600-граммового вес был увешан 150-200 граммов томат, ну такой среднего веса томат, потому что много цветов завязалось. И вот это тоже нюанс. Если вы любите крупноплодные томаты, если вы хотите получить именно тот томат, который заявлен производителем, как крупноплодный, там 600-700-800 граммов, вы знаете, что по 10-12 цветов в кисти он никогда не осилит. Эта нагрузка очень большая. Ой, блин. Ну ладно, до свидания. Вот все, что я хотела сказать. Нормируйте нагрузку урожаем на куст и удаляйте лишние плоды в цветочных и плодовых кистях.